сегодня я попробую совместить несовместимые в рамках одной лекции попытаться рассказать о разных видах транспорта через клеточную мембрану поскольку мы с вами много раз уже говорили об особых свойствах мембрана о том как она устроена и о том что в общем-то главным свойством мембраны что отличает все мембраны других пленок и поверхности является ее избирательной проницаемости точнее так является ее частичная проницаемость для различных веществ и этот механизм как это свойство она характерна для всех мембран и для искусственных и для естественных природного происхождения но в отличие от искусственных мембран которые мы можем с вами сами регулировать задавая определенный размер пор и обеспечивая таким образом проницаемость тех или иных веществ через нее естественные мембраны обладают уникальными молекулярными устройствами которые обеспечивают не только частичную проницаемость мембраны для растворенных веществ но и определенный селективный механизм проницаемости и если мы с вами посмотрим на это напоминалка это не не для заучивания не для запоминания если мы с вами посмотрим на состав внутриклеточной экстраклеточной жидкости то вы видите что очень многие растворенные вещества по своим концентрациям отличаются на порядке по содержанию внутри клетки и снаружи клетки и только поддержание такого характерного концентрационного состава жидкостей и растворенных них веществ позволяет живым клеткам нормально функционировать ну это тоже достаточно хорошо вам всем известная схема из школьных учебников которая иллюстрирует то что мембрана особенно мембрана живой клетки она проницаема для разных веществ весьма весьма по-разному легко через мембрану проходят гидрофобные вещества или липофильные вещества на вроде стероидов например да которые сами по себе являются липидно имеют липидную природу химическую достаточно легко проходят через мембрану газы которые в ней растворяются и способные соответственно перемещаться внутрь клетки и из клетки наружу для большинства веществ мембрана является либо частично проницаемый либо соответственно частично непроницаемый различные незаряженные полярные молекулы и могут проходить через мембрану но большинство из них все-таки транспортируются с помощью специальных устройств молекулярных или вещи или структур молекулярных и абсолютно непроницаемой мембрана является для заряженных ионов растворенных в воде и только поддерживая определенный электролитный состав концентрационный состав этих ионов клетка может нормально функционировать особенно когда мы говорим о клетках возбудимых тканей то есть нервной ткани и о мышечной ткани ну и вот такая вот схема которая характеризует основные пути переноса веществ через мембраны значит но во первых существуют две большие группы или два больших вида разных различающих существенно транспорта через мембрану это транспорт который может осуществляться без транспортеров и транспорт который осуществляется с помощью специфических транспортеров транспорту без транспортеров как правило подвергаются ионы и они проходят через специальные устройства ионные или не ионные каналы в случае воды которые по сути своей являются белковыми молекулами по химизму и транспорт с помощью специфических транспортеров осуществляется также белковыми молекулами которые являются транспортными молекулами переносящими вещества либо внутрь клетки либо из клетки наружу ну и вот на центральной диаграмме нарисованы основные пути транспорта за исключением может быть просто диффузии который осуществляется по концентрационному градиенту мы сейчас об этом тоже чуть-чуть поговорим и здесь вы видите вот транспорт без специфических транспортеров что мы сюда относим мы относим сюда первую очередь ионные каналы как устройство да через которые могут транспортироваться различные ионы калий ионы калия из клетки наружу ионы натрия хлоридные ионы и бикарбонатные ионы транспортируются в клетку облегченные диффузии диффузии с помощью переносчиков но осуществляемый по концентрационным с использованием концентрационного градиента других веществ подвергаются различные нутриенты типа глюкозы и как правило кроме глюкозы такая форма не характерна ни для каких других веществ ну и наконец два вида транспорта которые идут осуществляются с помощью использования энергии запасенной в виде 1-1-3 фосфата это транспорт с помощью специальных ионных насосов атефаз который мы помним да и на работу атефаз в клетке ионных атефаз затрачивается порядка 30 процентов энергии которая вырабатывается клеткой и именно этот транспорт требует затрат энергии постольку поскольку он осуществляется против градиента концентрации то есть из области с низкой концентрации иона какого-то в область с высокой его концентрации значит поэтому нужна энергия до против градиента концентрации поскольку этот транспорт просто так не будет идти диффузия в этом направлении невозможно ну наконец вторично активный транспорт почему он вторично активный потому что он использует для перемещения веществ через мембрану градиент концентрации созданный в результате работы систем первично активного транспорта то есть сам сами переносчики задействованные в системе вторичного активного транспорта не используют атеф непосредственно но атеф необходимо использовать для того чтобы задать как градиент концентрации который будет использован для переноса веществ но в данном случае это ионы либо аминокислоты через мембрану по с использованием градиента например в данном случае нарисована на весь про практически везде для натрия либо для хлоридиона транспорт без транспортеров до транспорт без транспортеров мы помним опять же это пассивная форма транспорта когда вещества переносятся через мембрану без переносчика и основной вид такого транспорта через мембрану это диффузия процесс спонтанного уравновешивания концентрацион концентрации растворенных веществ в среде это могут быть любые растворенные вещества вопрос концентрационного градиента и создание разности концентраций может быть применен к любому растворимому веществу. Ну и вот эти вот схемки, опять же, они во всех учебниках есть, которые, собственно, иллюстрируют то, как осуществляется диффузия и то, как создается концентрационный градиент. Если мы с вами капнем каплю растворенного вещества в какой-то сосуд, наполненный жидкостью, ну, водой, например, как универсальным растворителем, то в той части сосуда, куда мы капнули это вещество или бросили крупицу этого вещества, концентрация его будет высокой, и постепенно в процессе растворения молекулы этого вещества будут распространяться по всему объему, из области, где их много, в область туда, где их мало, и пока не займут весь этот объем. Это то, что касается, когда мы с вами просто имеем сосуд и бросаем в него какое-то вещество, чтобы оно растворилось. Если мы в этом сосуде с вами помещаем посередине сосуда полупроницаемую мембрану, которая проницаема для молекул растворенного вещества, мембрана позволяет нам с вами более четко разделить сосуд на две области. Область, где у нас находится раствор и область, где у нас находится только растворитель. И постепенно под действием разности концентрации в этих двух частях сосуда молекулы растворенного вещества будут проникать через мембрану, занимая весь объем. И вот на этой кривой, собственно, у нас показана, как меняется концентрация растворенного вещества в первом компартменте нашего с вами сосуда и во второй части нашего сосуда с течением времени. И этот процесс движения вещества через мембрану будет продолжаться до тех пор, пока не уравновесится концентрация по обе стороны мембраны. Вот такой концентрационный градиент, вектор, направленный из области высокой концентрации в область низкой концентрации, является основной движущей силой пассивного транспорта веществ через мембрану. Значит, это, по сути, концентрация вещества на единицу длины пути, которую оно должно преодолеть. Вот это то, что называется концентрационным градиентом. Однако, поскольку мы с вами зачастую в нашей ситуации биологической имеем дело с движением ионов, то помимо веществ, помимо самого вещества, молекул самого вещества, происходит транспорт и заряда, который несет эти ионы через мембрану. И в этом случае у нас создается так называемый электрохимический градиент, то есть баланс между концентрационным градиентом и электрическим градиентом. Ну и вот на этой схемке нарисовал, собственно, как направлены вектора, или векторы, точнее, концентрационного градиента и электрического градиента в ту часть, как заставляет концентрационный градиент и электрический градиент двигаться вещества через мембрану до постепенного их уравновешивания. В данном случае концентрация вещества слева выше, чем справа, и концентрационный градиент будет направлен слева направо. Но если мы прикладываем с вами разность потенциалов по обе стороны этой мембраны и прикладываем в эту сторону негативный заряд, отрицательный заряд, а эту сторону заряжаем положительно, то у нас, поскольку двигаются ионы, электрический градиент будет направлен от положительного заряда к отрицательному заряду. И движение частиц через мембрану будет продолжаться до тех пор, пока у нас не произойдет уравновешивание между концентрацией по обе стороны и величиной заряда по обе стороны. Вот это называется электрохимическим градиентом. Поэтому, когда мы с вами говорим о движении ионов через мембрану живой клетки, мы в первую очередь подразумеваем, что она направляется электрохимическим градиентом. То есть, поскольку у нас специальными нашими транспортными системами создается разность концентраций разных ионов по разной стороны мембраны, и вы знаете, да, опять же, помните из курса физиологии и биофизики, что у нас внутри клетки концентрация положительно заряженных ионов всегда ниже, чем снаружи клетки, то у нас с вами концентрационный градиент разных ионов будет направлен в разные стороны в зависимости от их собственной концентрации, а электрический градиент, да, электрический, он будет всегда направлен внутрь клетки, то есть со стороны положительного заряда в сторону отрицательного заряда. Положительно заряженные ионы будут стремиться двигаться внутрь клетки всегда. Отрицательно заряженные будут стараться выходить из клетки. И вот такая ситуация, если мы с вами откроем все доступные поры через мембрану, будет продолжаться до тех пор, пока две этих величины не уравновесятся. То есть пока сумма заряженных частиц и концентрация заряженных частиц не сбалансируется таким образом, что движение прекратится. Однако наряду с частицами растворенного вещества у нас с вами происходит и движение частиц растворителя через мембрану. Если мы с вами допускаем такое, да, ну, в норме, опять же, если мы растворяем с вами какое-то вещество в единице объема, вот как на левой диаграмме нарисовано, то оно каким-то образом вещество распределяется, молекула более-менее равномерно. У нас общая концентрация в обе стороны раствора с вами, во всем объеме она занимает, да, оно занимает вещество растворенное. Если мы с вами, и растворители, опять же, если мы с вами делим наш сосуд мембраной, как на средней части диаграммы нарисовано, да, имеем некое растворенное вещество, вот оно такого, сиреневого цвета, имеем воду, голубые шарики, да, вот каким-то образом они распределены по обе стороны мембраны. Исходно мы добавляем растворенное вещество, у нас создается определенное давление раствора. Давление раствора на мембрану является осматическим давлением. Осмос – это движение молекул воды через мембрану под действием осматического давления. Осматическое давление – это то избыточное давление, которое раствор, отделенный от растворителя мембраной, создает до, в результате имеющейся диффузии. То есть, с одной стороны, у нас частицы растворителя, где больше концентрация растворенного вещества, а частицы растворителя, соответственно, меньше. И осматическое давление на мембрану будет создаваться больше. В результате такого осматического давления раствора у нас частицы воды начнут двигаться из области, где их больше, то есть где концентрация растворенного вещества меньше. в данном случае слева, они начнут двигаться направо до тех пор, пока у нас не установится равновесие. Если ситуация такова, что у нас возможно и движение растворенного вещества, и движение растворителя, то у нас в итоге произойдет уравновешивание и концентрации растворенного вещества, и осматического давления, создаваемого водой, и концентрация воды по обе стороны мембраны будет одинаковой. Но если наша мембрана, мы ее делаем таким образом, что она не проницаема для растворенного вещества, а проницаема только для молекул растворителя, то, как на правой части диаграммы нарисовано, будет происходить следующее. Молекулы растворителя будут двигаться слева направо из области меньшей концентрации растворенного вещества, а в области концентрации большей концентрации растворенного вещества, и мембрана будет прогибаться под действием или смещаться под действием увеличивающегося объема растворителя до тех пор, пока не произойдет уравновешивание осматического давления, которое создается раствором. И в результате этого вы видите, насколько может сместиться условно наша мембрана в сторону раствора с меньшей концентрацией. А тогда у нас раствор, который был исходно с большей концентрацией, чтобы концентрации вещества уравновесились, будет занимать больший объем. Вот эта история такая же, как с растворенным веществом, только касающаяся растворителя. То есть у нас всегда происходит движение через мембрану, если доступно оно и молекулы растворителя, и молекулы растворенного вещества. Только в одном случае мы говорим о диффузии, в другом случае мы говорим об осмосе. Теперь чуть более подробно о том, как у нас работает вся эта история в живом организме и каким образом это все организовано. Две основные формы транспорта, которых мы упоминали на первой диаграмме, различаются по необходимости использования энергии для транспорта веществ. Если мы с вами рассматриваем условную мембрану, вот она у нас нарисована, у нас концентрация веществ отличается по обе стороны мембраны, и концентрационный градиент направлен снаружи клетки, с одной стороны мембраны, точнее на другую сторону мембраны. Из области, где концентрация высокая, в области концентрация низкая. Под действием этого концентрационного градиента у нас будет происходить пассивный транспорт веществ через мембрану, таким образом, который будет доступен. Либо путем диффузии через веслой, либо диффузией через канал, то есть пору, заполненную водой, через которую могут двигаться растворенные вещества, либо диффузией с помощью какого-либо транспортера, транспортной молекулы. И канал, и транспортная молекула – это интегральные белки, которые пронизывают мембрану и имеют выход как снаружи мембраны, как с одной стороны мембраны, точнее, так и с другой стороны мембраны. Все три формы пассивного транспорта относительно транспортируемой молекулы, он пассивный, потому что ничего не надо для этого делать особенного, идут по концентрационному градиенту. Движущая сила – концентрационный градиент. Если нам нужно транспортировать с вами вещество из области низкой концентрации, как для этого зеленого квадратика, в области высокой концентрации, нам необходимо затратить энергию для того, чтобы запустить работу транспортера против градиента концентрации. Это одно единственное основное отличие этих двух форм транспорта – необходимость затрат энергии. По градиенту мы свободно едем, как на санках по горке. В горку нам нужно затратить энергию и, соответственно, потратить какие-то силы, чтобы санки снова вверх затащить. Для этого мы тратим ту энергию, которую выработали в клетке. Я коротко очень остановлюсь на таких каналах. Это специализированные неионные каналы, которые обеспечивают проницаемость молекул воды через мембрану. Поскольку вода через липидную мембрану свободно проходить не может, для того, чтобы она перемещалась свободно через мембрану, необходимо было придумать специальные устройства. Вода может проникать через отверстия. Отверстия создаются белковыми молекулами. Либо молекулы воды могут проникать вместе с заряженными ионами через пору. И это может наблюдаться, но есть определенные к этому препятствия. Либо вода может перемещаться через специальную транспортную систему, которая получила название «белков аквапаринов». Соответственно, пора для воды. Эти белки встречаются во всех живых мембранах, во всех мембранах, которые наблюдаются в живых организмах. Более 200 членов семейства белков этого известно на настоящий момент. 11 из них у людей экспрессируются. Чем характеризуется аквапарин, почему он эффективен? Потому что за секунду через эту пору может проникать около миллиарда молекул воды. То есть очень эффективная транспортная система. В центральной нервной системе, безусловно, эти молекулы тоже есть и экспрессируются. Где они экспрессируются? В первую очередь это в клетках сосудистого сплетения. Это белок аквапарин-1, эндотелиальные клетки сосудистого сплетения, которые расположены в желудочках мозга. И несколько форм аквапаринов экспрессируются астроцитами и клетками и пендимы. И вот на фотографиях, которые здесь внизу представлены, здесь, собственно, я взял в качестве примера, где иммуногистохимически выявляется детекция аквапарина в клетках центральной нервной системы, прилегающих к сосудам. Но вот здесь вот, где у меня стрелочка, значит, это у нас сосуд, это у нас эндотелиальные зеленые клетки, это высланные эндотелием, вот этот белочек покрашен, эндотелиальный белок. И красным выкрашены белки аквапарина, которые расположены в ножках астроцитов, прилегающих к этому сосуду. И вот на второй части здесь показан другой аквапарин, аквапарин девятый, который тоже экспрессируется астроцитами, располагающимися и окружающими стенку бокового желудочка. Вот в данном случае, да, вот у нас желудочек, это у нас зеленый, это гляльный фибриллярный кислый белок. Это показана окраска такая же в этой области на том же самом срезе для девятого аквапарина. И колокализация, которая, в общем, должна быть в желтом окрашенной области, они, собственно, свидетельствуют о том, что у нас аквапарин экспрессируется в астроцитах. Значит, чем характеризуется устройство такого водного канала? Значит, почему вода только проникает через эти каналы, никакие другие заряженные частицы не проходят? Значит, ну, во-первых, для того, чтобы в мембране образовалась пора, необходимо, чтобы альфа-спиральные участки аквапарина эту мембрану пронизывали. Вот как здесь нарисовано, вот у нас мембрана обозначена, и вот обозначен, собственно, альфа-спираль аквапарина, которая эту мембрану пронизывает. Имеется выход как внутри клетки, так и снаружи клетки, и в центре этой молекулы образован водный канал. Место сужения канала образовано положительно заряженными аминокислотными остатками, находящимися в структуре белка аквапарина. Значит, молекулы воды движутся по этой диполе. Помните, что заряд распределен определенным образом по молекуле воды. И, соответственно, молекула воды движется с отрицательно заряженной частью диполя, притягиваясь к положительно заряженному устью канала, собственно, самой вот этой его узкой пропускной части. Затем происходит взаимодействие отрицательно заряженной части молекулы воды с положительно заряженными частями электрическое взаимодействие, электростатическое взаимодействие. Под действием положительно заряженных аминокислотных остатков этой области положительно заряженной молекула диполя разворачивается и продолжает движение в обратную сторону положительной частью, положительно заряженной, в сторону относительно отрицательно заряженной внутренней поверхности клеточной мембраны. Таким образом хитрым устроено проникновение диполя воды через этот водный канал. Ну и чтобы было понятно, да, вот тут просто два таких момента выписаны, что аквапарины, конечно, они вовлечены, соответственно, учитывая, что они регулируют объем растворителя в клетках, они участвуют в регуляции гомеостаза, осмолярности плазмы крови и, соответственно, жидкостей всех мозговых в том числе. Ну и, наконец, если взять животных без аквапарина, у которых нарушена экспрессия аквапарина мышек, и сделать им, например, ишемическое воздействие провести на мозг, то выраженность отека у этих мышей ниже. Поскольку аквапарины не работают, жидкость не может свободно проникать, выходить из клеток или, наоборот, проникать в клетки. И таким образом вот это вот формирование отека существенно меняется. И отсюда понятно, что аквапарины, в общем-то, они и у людей, и у животных задействованы в формировании такого отека мозга в результате ишемического воздействия. Ну и избыточная работа водных каналов может приводить к водной интоксикации, что, в общем, тоже для клеток не очень хорошо. Собственно, сам вопрос диффузии, наверное, рассматривать смысла особого нет, поскольку мы понимаем, что если есть концентрационный градиент, то диффузия в доступных пределах все равно будет осуществляться. Вот. Мы с вами рассмотрим дальше устройства некоторых систем транспорта, которые активно работают в мозге и используют для этого разные принципы деятельности. Облегченная диффузия. Облегченная диффузия преимущественно наблюдается для молекул глюкозы. Почему это диффузия? Потому что она всегда проходит по концентрационному градиенту. То есть только по концентрационному градиенту. Она требует участия специализированного переносчика-транспортера. Ну вот справа приведена диаграмма устройства молекулярного транспортера глюкозы. Развернутый. Вы видите, что это молекула, которая содержит достаточно большое количество трансмембранных доменов. То есть 12 трансмембранных участков. 12 раз одна молекула пересекает мембрану для того, чтобы создать вот эту пору, через которую может проникать другое растворенное вещество. Значит, переносчики белковой природы всегда при переносе не происходит растворение вещества в липидном бесслое. Если газы, например, молекулы газов при переносе или молекулы стероидов в липидном бесслое растворяются, получается раствор де-факто, то через переносчик в результате облегченной диффузии молекула переносится с раствором жидкости, по сути, находясь растворенной в воде, но не растворяется в бесслое. То есть пора – это плотное такое образование, внутри которого есть водный канал, мы его можем с вами вычленить, но она не имеет доступа к липидному бесслою непосредственно, молекула растворенная. Ну и вещества, которые транспортируются, здесь перечислены. То есть это углеводы, аминокислоты и ганглиозиды, которые таким видом транспорта могут пользоваться. Значит, наиболее изученным является глюкозный транспортер. Транспортер глюкозы – это белковая молекула, довольно сложная по устройству, имеет две конформации для своей работы. Благодаря различной афинности участков связывания, то есть сродства, способности участка молекулы связывать другое вещество, в открытом состоянии этот переносчик имеет снаружи клетки участок высокоафинного связывания с молекулой глюкозы. В результате связывания глюкозы с белковой молекулой происходит изменение конформации белковой молекулы. Изменение конформации приводит к закрытию наружной части канала и открытию внутренней части канала внутри клетки. В тот момент, когда происходит изменение конформации молекулы белковой, участок связывания теряет афинность к удержанию глюкозы. То есть он становится менее способным удерживать глюкозу, и тогда глюкоза отсоединяется от этого участка связывания и транспортируется, дефундирует в цитоплазму. После того, как произошло отсоединение молекулы глюкозы, меняются структуры связывающих участков, молекула белка меняет конформацию, и она снова готова к работе. То есть для де-факто движущей силой для такого транспорта является концентрационный градиент, но поскольку глюкоза не может раствориться в бислое, она использует высокое сродство мест связывания глюкозного транспортера для того, чтобы проникать внутрь клетки. Я, конечно, все время так говорю, она использует, транспортер меняет. Вы должны понимать, что это химические реакции, и они не имеют отношения к разумности, а то немножко получается такое антропоморфное истолкование или антропоморфная интерпретация. Вот молекула глюкозы сообразила, что ей надо с чем-то связаться. То есть сама молекула глюкозы, безусловно, находится в движении, диффузион практически в броуновском движении с внешней стороны мембраны. То есть она движется каким-то образом, сталкивается с молекулой транспортера. Молекула транспортера имеет участок связывания, происходит связывание, меняются заряды, частично происходит перераспределение заряда по аминокислотным остаткам, далее в результате изменения заряда начинает меняться конформация молекулы, участки связывания трансформируются, трансформируют всю остальную молекулу. Это химическая модификация. Никто не наделяет в данном случае молекулу разумностью и какими-то признаками необходимости каких-то регуляторных воздействий. Транспорт веществ через мембрану может быть сопряжен, может происходить, как в случае глюкозы, в одну сторону и одного вещества. И такой вид транспорта мы называем унипортом, когда у нас односторонний транспорт одной молекулы из области высокой концентрации в области низкой концентрации. Однако транспорт молекул может осуществляться сопряженно, то есть может зависеть от транспорта других каких-то растворенных веществ. И мы, когда будем говорить о вторично активном транспорте, будем об этом более подробно говорить. В результате, если транспорт вещества осуществляется по градиенту концентрации, используя для этого градиент концентрации другого вещества, то такой вид транспорта называется симпортом. То есть когда два вещества одновременно транспортируются в одну сторону по градиенту концентрации котранспортируемой молекулы. Пусть это у нас будет, например, молекула глюкозы, это, например, натрий. Есть в белковой молекуле участок связывания для натрия. Если натрий связывается с этим участком, повышается афинность связывания для глюкозы. Если глюкоза связывается, то в результате этого молекула меняет конформацию и обе молекулы перемещаются с одной стороны мембраны на другую. Это симпорт, одновременный транспорт нескольких молекул. Та же самая история может работать в обратных направлениях. Когда одно вещество по градиенту концентрации переносится с одной стороны мембраны на другую, а второе вещество переносится при этом с другой стороны мембраны на первую. То есть транспорт идет в обратных направлениях. В одном случае градиент концентрации, в другом случае вещество переносится тоже по градиенту концентрации, но иногда даже может и против градиента концентрации, но в другую сторону. И в этом случае такая форма транспорта называется антипортом, то есть когда движение идет в разных противоположных направлениях. Такие формы сопряженного транспорта могут осуществляться только в результате того, что для каких-то растворенных веществ, в отличие от унипорта, для растворенных веществ создается химический или электрический градиент, или электрохимический градиент существует. Поэтому создание такого градиента требует обязательно, чтобы что-то этот градиент создавало, то есть затрат энергии, и поэтому вот эти две формы симпорт-антипорт относятся ко вторично активному транспорту. Помимо этого существует форма первично активного транспорта, которая непосредственно зависит от работы, от гидролиза АТФ. И целая система таких АТФ-зависимых насосов также существует в мембране и осуществляет транспорт веществ против градиента концентрации. Ну вот здесь нарисован на схеме в качестве примера сопряженного транспорта это антипортная система, когда у нас есть для желтых шариков электрохимический градиент, направленный с одной стороны мембрану на другую. А сам этот шарик нужно транспортировать наружу, используется градиент красных квадратиков. В данном случае они движутся по градиенту концентрации. Если у нас нет такой возможности использовать такую систему, мы непосредственно используем гидролиз АТФ для того, чтобы транспортировать вещество против градиента концентрации. Ну и, наконец, существуют активируемые светом транспортеры, которые также могут осуществлять транспорт вещества против градиента концентрации. Например, бактериородопсин таким образом работает, он может транспортировать вещества против градиента концентрации. Ну, опять же, для, может быть, нервной системы, это не очень характерная система транспорта, транспорта с использованием натризависимого глюкозного транспортера, но вот для клеток кишечника это одна из самых распространенных транспортных систем, которая занимается транспортом глюкозы из области низкой концентрации в область высокой концентрации, в данном случае из экстраклеточного пространства в цитозоль. Этот транспорт осуществляется постоянно, и для этого транспорта используется электрохимический градиент ионов натрия, создаваемый с помощью натрий-калиевой атефазы, натрий-калиевой энергозависимой помпы. В этом случае, как я вам там выше показывал, происходит связывание одного-двух нескольких ионов натрия с участками связывания транспортера. После этого повышается афинность к связыванию молекул глюкозы в состоянии А и происходит трансформация, то есть изменение конформации молекул переносчика. И в результате этого афинность участков связывания снижается и для натрия, и для глюкозы, и они проникают внутрь клетки. При этом, поскольку транспорт осуществляется постоянно, таким образом становится возможным транспорт глюкозы из просвета кишечника трансцеллюлярно в кровь, и таким образом у нас в клетке, где происходит постоянный захват глюкозы, концентрация ее достаточно высокая, и нужно все время транспортировать туда именно за счет систем вторично активного транспорта. Первично активный транспорт – это, собственно, транспорт, который всегда выполняется против электрохимического градиента и всегда требует затрат энергии АТФ. В данном случае, для напоминания, если мы представим, что это у нас клетка, здесь представлено экстраклеточное пространство, в нем поддерживаются внешние концентрации для айонов натрия, калия, хлорида и кальция. Концентрации для кальция внутри клетки, натрия внутри клетки, они на 3,2 порядка ниже, чем концентрации снаружи клетки и всегда поддерживаются более низкими. Концентрация для калия всегда поддерживается в несколько раз более высокая, чем снаружи клетки. Ну и хлоридный ион, тут тоже его меньше всегда внутри клетки по сравнению с концентрацией снаружи клетки. И чтобы вот эта вот система у нас с вами работала, необходимо, чтобы работала специальная система насосов, которая проводит откачку избыточного количества, ну как здесь приведено в данном случае, ионов натрия. И при этом происходит одновременная закачка двух ионов калия внутрь клетки. В результате этого, как общая заряженность мембраны изнутри становится более электроотрицательной по сравнению с тем, что наблюдается снаружи, создавая тем самым электрический градиент для движения ионов, что имеет очень важное значение для возбудимых тканей. Ну и дополнительно создается концентрационный градиент, который облегчает также движение ионов по градиенту концентрации. Так, для чего необходима энергия, когда мы говорим о системах первичного активного транспорта? Энергия необходима для изменения афинности участков связывания и поддержания более высокой афинности этих участков связывания с одной стороны мембраны клеточной, по сравнению с другой стороны мембраны, клеточной мембраны и, соответственно, относительно молекулы, то есть на внутренней стороне и относительно наружной стороны. И необходимо для изменения скорости движения связанных участков переносчика с одной стороны мембраны на другую сторону мембраны. Значит, как сегодня представляется, как работают эти молекулы, вот сейчас мы немножко об этом поговорим тоже, собственно, не происходит, как раньше предполагалось, вращение молекулы на мембране, которая как бы переносит, да, вот как вращающийся шарик, молекулы с одной стороны мембраны на другую. Происходит изменение конформации этой молекулы таким образом, что происходит как бы проталкивание участка со связанными ионами с одной стороны клеточной мембраны на другую сторону клеточной мембраны, и таким образом происходит выталкивание ионов с одной стороны мембраны на другую сторону мембраны изнутри клетки наружу. наружу. Энергия, которую использует система активного транспорта, во-первых, используется непосредственно для работы самой молекулы, и вторая – для создания концентрационного градиента, который используется системами вторично-активного транспорта и используется для работы ионных каналов в возбудимых тканях. В настоящее время выделяют четыре класса разных АТФ-зависимых транспортных систем. Их обозначают буквами латинскими – это насосы П-класса, насосы ВФ-класса и насосы суперсемейства АБЦ. Примерно как здесь нарисовано схематическое устройство молекул, так принципиально отличается устройство АТФ-аз разного типа друг от друга. Молекула переносчика П-класса – это, как правило, гетеродимерные молекулы, состоящие из двух субъединиц – альфа-субъединицы и регуляторной бета-субъединицы. Альфа-субъединица является собственно транспортной молекулой, которая имеет участки связывания для ионов и имеет на цитозольном домене участки для фосфорилирования – это регуляторный участок состояния этой молекулы и участок, где происходит связывание АТФ и гидролиз АТФ до АДФ с выделением той самой энергии, которая необходима для изменения и конформации этой молекулы. Эти переносчики могут переносить ионы натрия, калия, протоны и ионы кальция. Вот эти АТФ-фазы устроены таким образом, и, соответственно, в плазматической мембране размещается натрий-калиевая АТФ-фаза и кальциевая АТФ-фаза, которые обеспечивают создание разности концентрации натрия, калия и кальция и поддержания их в живой клетке. Протонно-калиевая помпа в клетках, обкладочных клетках желудка работает, создавая определенный pH, величину определенной кислотности, придавая содержимому желудка. И мембрана саркоплазматического ретикулума содержит отдельный тип эффективной, более эффективной кальциевой помпы, которая закачивает кальций из внутриклеточной среды в цистерны саркоплазматического ретикулума, где он быстро связывается с кальциосвязывающими белками и в таком состоянии находится, депонируется для того, чтобы не повредить клетку мышечную во время ее работы. Значит, АТФ-фазы В-типа и Ф-типа или В-класса и Ф-класса – это АТФ-фазы протонные, то есть это протонные помпы, которые осуществляют перенос только протонов. При этом АТФ-фазы В-класса или АТФ-фазы В-класса находятся в мембранах вакуолии или эндосом-лизосом, и они же находятся в мембранах синаптических визикул, создавая определенный градиент или определенную концентрацию протонов внутри этих визикул. АТФ-фаза В-класса – это очень важная АТФ-фаза. Да, этот транспорт против градиента концентрации протонов требует затрат АТФ, соответственно, используется АТФ. Молекула очень сложная по устройству, там порядка 10 разных субъединиц, по-моему, в создании ее участвуют. Примерно такая же по структуре довольно сложная молекула – это АТФ-фазы В-класса. И для нас с вами важно, что эта АТФ-фаза работает обратным путем. Она использует перенос протонов для синтеза АТФ. То есть в результате энергии, которая получается в результате транспорта протонов, с одной стороны мембрану на другую, у нас эта энергия используется для того, чтобы присоединить фосфат к молекуле аденозин-дифосфата и произвести молекулу АТФ. Если происходит синтез АТФ, то, соответственно, для нас с вами важно, что эта помпа находится на внутренней митохондриальной мембране, и, соответственно, эта помпа работает в митохондриях для того, чтобы синтезировать АТФ. И, наконец, четвертый основной класс – АБЦ-переносчики. Очень большой по количеству класс-транспортеров. Находится в плазматической мембране, транспортирует разные совершенно молекулы. Устройство намного проще по сравнению с протонными помпами. Это, как правило, две или четыре гетеромерные субъединицы белков, которые образуют вот такой переносчик, способный связывать одни молекулы внутри клетки и переносить их против градиента концентрации на другую сторону клетки с использованием энергии АТФ. Что переносятся? Фосфолипиды, репофильные молекулы химической природы, холестерин и разные молекулы другие. Ну и такая вот сравнительная табличка, так сказать, тоже для того, чтобы вы могли не только зрительно, но и уже, так сказать, манистически немножко понять разницу между этими четырьмя классами АТФАС. П-класс – это то, что транспортируется. ВФ-класс транспортирует только протоны, ионы, малые молекулы, переносчики АБЦ. Это по субъединичному составу различия, какие между этими наблюдаются молекулами. Мы видели это на рисунке, в принципе, это было отражено. Ну и, наконец, для чего используется собственная энергия АТФ. В данном случае гидролиз АТФ используется для транспорта ионов против градиента концентрации. Градиент концентрации протонов используется для синтеза АТФ, движения протонов по градиенту концентрации. В переносчиках Ф-класс для транспорта протонов против градиента концентрации и переносчики АБЦ, соответственно, гидролиз АТФ снова. То есть три типа АТФАС гидролизуют АТФ, используют эту энергию. Один тип АТФАС, наоборот, синтезирует энергию за счет транспорта протонов. Значит, открытые, натрекалевая АТФАС была открыта в опытах Йенса Скоу. Это произошло в середине прошлого века. В 1957 году была опубликована статья. В 1997 году Йенс Скоу получил Нобелевскую премию за это. Он изучал как раз гомогенат, полученный из нерва краба, который содержал АТФАСу. И, собственно, Скоу показал, что активность этого фермента зависит от концентрации ионов натрия и калия в растворе. И таким образом установил основу работы транспортной системы, которая работает против градиента концентрации, ну и в первую очередь в нервной системе. Теперь чуть более подробно об устройстве разных типов АТФАС. И, конечно, будем в первую очередь говорить о натрия калиевой АТФАСе и протонно-калиевой АТФАСе, поскольку они важны с точки зрения их вовлеченности в работу в нервной системе в первую очередь. Ну, это небольшие такие резюме по каждой транспортной системе. Натрия калиевой АТФАЗа или помпа переносит ионы натрия из клетки наружу в обмен на ионы калия, которые переносятся в противоположном направлении против градиента концентрации, используют энергию, которая освобождается в результате гидролиза высокоэргичной связи АТФ, присутствует в плазматической мембране всех животных клеток и может являться маркером плазматической мембраны. То есть, если у вас есть натрия калиевая АТФАСа, значит, у вас ваш гомогенат или ваш гомогенат, скорее, суперматан, все-таки более чистый, гомогенат содержит фрагменты мембран, плазматических мембран, в которых находится натрия калиевая АТФАСа. Значит, соответственно, протонные помпы, да, это в первую очередь протонно-калиевая помпа, это апикальная мембрана вкладочных клеток желудка, выполняет обмен протонов на экстраклеточный калий, и оба иона переносятся против градиентов концентрации. Обе АТФАСы содержат из, по крайней мере, две субъединицы, чаще это два гетеродимера, таких две молекулы, состоящие из альфа-бета-субъединиц. Ну и альфа-субъединица имеет несколько изоформ. Да, это, видимо, я вчера... Да, не все, да, где-то проскакивают русскоязычные названия. Да, значит, соответственно, несколько изоформ альфа-субъединиц, несколько изоформ бета-субъединиц может быть, и натрекалевая АТФАСа в почках может содержать еще разные гамма-субъединицы. Все они находятся в соотношении один к одному к одному. То есть обязательно в равных частях, не каких-то больше, каких-то меньше. Ну и вот на этой схеме, собственно, есть возможность разобрать, как, в принципе, работает натрекалевая АТФАСа, в чем заключаются ее основные фишки. Натрекалевая АТФАСа – трансмембранный белок, состоящий, опять же, еще раз, чаще из четырех субъединиц, но в данном случае нарисованы две субъединицы. Одна обладает каталитической активностью, это альфа-субъединица, и на рисунке она вот зелененькая такая. И синенькая субъединица, она не обладает каталитической активностью, это такой более регуляторный и заякоривающий в мембране домен этой АТФАСы. Значит, белок может находиться в двух основных состояниях, как сегодня это представляется. В состоянии Е1 гидролизующий домен внутриклеточный обладает повышенной активностью для связывания с молекулой АТФ. То есть если вблизи находится молекула АТФ, то она скорее свяжется с этим участком белковой молекулы, чем не свяжется с ним. Поскольку он привлекателен для нее. В этом смысл афинности химической. То есть имеются участки, с которыми молекула может провзаимодействовать. Считается, что трансмембранный домен этой каталитической субъединицы имеет участки связывания для ионов натрия и ионов калия. Что это за участки связывания? Это аминокислотные остатки, обладающие либо негативно заряженные, либо имеющие высокую афинность для связывания с этими ионами. Значит, здесь в этой каталитической субъединице имеются три участка связывания для ионов натрия и два участка связывания для ионов калия. Вот в таком состоянии молекула готова к работе и связывает АТФ. После связывания с АТФ афинность участков связывания для натрия повышается и ионы натрия взаимодействуют с имеющимися участками связывания в этой молекуле. Молекула все еще находится в состоянии Е1. Для того, чтобы произошел гидролиз АТФ, необходимо, чтобы молекула была фосфорилирована. Есть два мнения, которые в равной степени, наверное, имеют право на жизнь. Одни считают, что фосфат, который необходим для фосфорилирования регуляторного участка каталитической субъединицы, образуется в результате расщепления высокоэргичной связи АТФ с образованием АДФ и фосфата, который фосфорилирует. За счет которого фосфорилируется этот участок регуляторный. Другие считают, что он может быть фосфорилирован протеинкиназами, например, протеинкиназой А, которая действует в данном случае как модулятор, то есть агент, способный изменить активность другой молекулы. Но как бы там ни было, в результате гидролиза возникает и фосфорилирование регуляторной субъединицы каталитического домена, происходит изменение конформации этой молекулы. В результате изменения конформации участок, с которым связаны внутри молекулярный участок, внутри мембранный участок, проталкивается в результате изменения конформации молекулы и движения ее частей друг относительно друга, этот участок проталкивается на наружную сторону мембраны, то есть ближе к наружному концу белковой молекулы. И одновременно с этим снижается афинность связывания участков для ионов натрия и повышается афинность связывания участков для ионов калия. То есть вот для чего нужна энергия АТФ. Для того, чтобы изменить конформацию молекулы и изменить афинность участков связывания для разных ионов. Поскольку концентрация калия снаружи не очень высокая, то нам необходимо, чтобы то, с чем он будет связываться, с готовностью его связывало. То есть очень было готово химически для образования вот такой координационной временной связи. Это не ковалентные связи. То есть никаких ковалентных связей в данном случае не образуются, прочных связей. Все связи, они довольно непрочные, иначе мы не сможем с вами быстро отсоединять, присоединять, если это будут прочные химические связи. После того, как произошло связывание ионов калия с соответствующими участками на молекуле АТФАЗы, эта молекула находится в состоянии Е2. Значит, вот она перешла в это состояние. Как только у нас вот эта штука образовалась, у нас снижается афинность связывания для фосфата. Фосфат перестает удерживаться регуляторным участком каталитического домена, и фосфат, соответственно, дефундирует, отсоединяется. Как только произошло отсоединение фосфата, у нас меняется афинность. Опять же, происходит перераспределение зарядов, меняется афинность связывания для ионов калия, ионы калия освобождаются внутрь клетки. Молекула переходит в состояние Е1, когда она обладает высокой афинностью для связывания АТФ и приобретает высокую афинность для связывания натрия. Вот таким образом осуществляется вот этот вот самый цикл связывания, цикл работы АТФАЗы. Еще раз, при этом происходит перемещение, соответственно, против градиента концентрации. Вот они здесь, градиенты эти изображены. Здесь много натрия, и натрий мы дополнительно сюда еще выталкиваем. Здесь много калия относительно наружной поверхности, и мы его еще сюда дополнительно вносим. Хотя вносим, конечно, меньше, чем натрия, тем самым еще поддерживая электрический заряд, то есть создавая еще электрический градиент. Похожим образом происходит работа практически и кальциевые помпы. Что интересно, что еще Скол показал, это что натрия калиевая АТФАЗа легко ингибируется уабаином, а уабаин известен в медицинской практике, начиная с конца XVIII века, когда Вильям Визеринг начал использовать листья наперстянки для лечения сердечной недостаточности. Основным действующим веществом наперстянки является, экстрактом наперстянки является дигитоксин. А дигитоксин – это, по сути, гликозид, который способен связываться с натрия калиевой АТФАЗой и таким образом ингибировать ее активность. Ну вот здесь нарисована структура, химическая структурная формула уабаина, и вы видите, что он по структуре своей очень похож на стероиды. Помните, я показывал, по-моему, на первой лекции, когда мы говорили про липиды, вот такую вот характерную стероидную структуру, которая для всех стероидов присуща всем стероидам. И вот эта вот молекула глюкозы, гликозилированная вот эта вот форма, лактоновое кольцо, циклопентопергидрофенантреновая структура, вот она, собственно, используется и в экспериментах активно используется, и в основе лекарств, содержащихся сердечной гликозидой, в общем-то, лежит вот это вещество. Да, ну здесь наперстяночка. Значит, примерно та же история, которая характерна для натрия калиевой АТФАЗы, она характерна и для работы кальциевой АТФАЗы. Вот здесь изображен цикл работы кальциевой АТФАЗы. Единственное, что кальциевая АТФАЗа выносит кальций с одной стороны мембраны на другую сторону мембраны, в зависимости от того, где она расположена. Это либо изнутри клетки наружу, либо изнутри клетки в цистерне эндоплазматического ретиклума. Если заблокировать саркоплазматическую кальциевую АТФАЗу, то у нас прекратятся все мышечные сокращения, и мышца работать не будет. Поэтому работа кальциевой АТФАЗы крайне важна. Кальциевая АТФАЗа выносит за один цикл работы, переносит два иона кальция, используя одну молекулу АТФ для синтеза, минимум одну молекулу АТФ. АТФАЗы и П-классы могут содержать несколько участков связывания для АТФ. Иногда это нужно для работы две молекулы АТФ используются. Такие АТФАЗы тоже существуют в этом классе насосов. Но, собственно, принцип работы их всегда одинаков. То есть связать АТФ, связать ионы, провести фосфорилирование, вытолкнуть ионы на другую сторону молекулы и дальше снова перезарядиться и перейти в активную форму, готовую к работе. Другой класс АТФАЗ, но в первую очередь это АТФАЗ, конечно, мы будем с вами говорить об АТФАЗах Ф-класса. Это АТФАЗы для нас с вами, для нашей с вами работы крайне важны для понимания нейротрансмиссии, собственно, как она осуществляется. Ну, вот опять на этой схеме показана принципиальная схема работы АТФАЗы. Такие АТФАЗы, протонные помпы, которые переносят только протоны, расположенные на различных визикулах, это могут быть лизосомы, это могут быть эндосомы. И что для нас важно еще, это синаптосомы. Вот эта АТФАЗа использует гидролиз АТФ для переноса протонов против градиента концентрации. Таким образом, у нас происходит изменение состава среды внутри визикулы, поскольку для лизосом это особенно характерно, лизосомальные ферменты расщепляют различные белки, осуществляя их инактивацию в клетке, расщепление до пептидов и аминокислот. Лизосомальные ферменты активны при кислотных значениях pH, то есть когда pH низкий. Для поддержания низкого pH необходимо, чтобы там было много ионов водорода, соответственно. Когда их можно, по градиенту концентрации они транспортироваться не могут в данном случае, поскольку снаружи их гораздо меньше, чем внутри этого маленького пузырька. И таким образом нам необходимо их закачивать туда, используя энергию. Справа внизу, тут я нарисовал примерно, как это происходит в синаптической визикуле, с точки зрения, для чего используется вот этот протонный градиент, который создает протонная помпа с использованием этого насоса атефазного. Значит, синаптическая визикула примерно на 10% по объему, то есть 10% всего белка, который составляет синаптическую визикулу, занимает протонный насос. Протонный насос нужен для обеспечения транспорта медиатора внутрь синаптической визикулы. Собственно, вот мы с вами закачали сюда протоны, а дальше у нас протоны используются для работы визикулярных транспортеров, осуществляющих закачку медиатора внутрь синаптической визикулы. При этом на одну молекулу медиатора два протона выносятся наружу. Таким образом у нас с вами накапливается медиатор внутри синаптической визикулы. И когда синаптическая визикула, и если, когда и если она выбрасывает свое содержимое в синаптическую щель, то при этом pH в месте выброса понижается. Это хорошо известный факт. Он установлен, экспериментально доказан с использованием pH-сенсоров. То есть при выбросе медиатора всегда у нас закисляется содержимое синаптической щели. Это еще и облегчает работу ферментов, которые расщепляют и реструктурируют тот самый экстраклеточный матрикс, о котором мы с вами говорили несколько лекций назад. То есть видите, тут нет никаких… Все взаимосвязано получается, ничего впустую не используется. Даже та энергия, которую, казалось бы, мы потратили на одно, мы в итоге можем ее использовать для каких-то других целей. Помимо этого высказана гипотеза. Она была высказана в начале 2000-х годов. Я не знаю, насколько она подтверждена эффективно или не подтверждена, но она существует и продолжает существовать. И, кстати, показана роль вот этой протонной помпы, находящейся в синаптической визикуле, в раскрытии визикулы в момент выброса медиатора. То есть причаливание… Мы будем об этом говорить, когда будем говорить, как синаптическая передача осуществляется с точки зрения молекулярной организации. Причаливание синаптической визикулы к мембране в активной зоне с внутренней поверхности клетки, с внутренней части мембраны, происходит непосредственно той частью, где находится протонная помпа. И поворот протонной помпы, ее молекулярная трансформация, ее изменение конформации протонной помпы служит средством открытия устья, через которое происходит непосредственно выброс медиатора. Вот такая гипотеза существует. Это, мне кажется, достаточно интересный вопрос, потому что как происходит раскрытие синаптической визикулы, до конца не очень понятно и не очень ясно. Ну и, наконец, последний тип активных транспортеров – это АБЦ-транспортеры. АБЦ-транспортеры – это очень большое семейство, там чуть ли не несколько сот белков включающих. И это транспортные белки, которые имеют четыре субъединицы белковых в своем составе. Для них, для всех характерно то, что у них есть очень высококонсервативный участок у всех этих белков. Это участок, с которым непосредственно происходит связывание АТФ. Вот отсюда, от наличия этой АТФ-связывающей кассеты, как она называется, происходит название этого класса транспортеров – ATP Binding Cassette, значит, соответственно, ABC по первым буквам. Впервые знакомство или открытие этого семейства белков произошло, когда начали активно изучать белок, отвечающий за мультилекарственную резистентность. Это такой multi-drug resistance protein, MDR. Его позднее переименовали в белок B1, ABC B1. Он очень много разных субстратов может переносить через мембраны, включая лекарства. Открыт он был как мультилекарственный транспортер в опухолевых клетках. И в значительной степени обеспечивает устойчивость опухолевой клетки к различным лекарственным препаратам. Вот он транспортирует из опухолевой клетки все. Все лишнее, что в нее попадает, он выбрасывает из клетки наружу, обеспечивая ее жизнеспособность. Собственно, разные типы молекул, которые могут транспортировать эти транспортеры, здесь перечислены. Это токсины, лекарства, фосфолипиды, пептиды, белки. Все транспортируется из клетки наружу. Все выбрасывается. Опять же, принципиально транспортер работает примерно так же, как мы рассматривали транспортер для глюкозы. То есть это пора, образованная в мембране четырьмя субъединицами белка. С одной стороны, имеется участок связывания для АТФ. В данном случае несколько участков связывания, несколько молекул АТФ необходимы для изменения конформации этого белка. И участок связывания для какой-либо другой молекулы он может захватывать практически все. В результате гидролиза АТФ каталитическими участками, внутриклеточными каталитическими участками АБЦ-транспортера происходит изменение конформации молекулы, и транспортируемая молекула выбрасывается из цитозоля наружу клетки. Так же, как практически во всех других транспортерах. Чем еще может быть интересны переносчики такого типа? К АБЦ-транспортерам относится вот такой хитрый транспортер, который не является помпой и не является каналом по сути своей. Это трансмембранный регулятор кистозного фиброза. Это такое тяжелое заболевание, которое возникает в результате нарушения его работы. По сути своей, это АБЦ-транспортер, находящийся в мембране, имеющий два трансмембранных домена, два каталитических домена. В результате связывания молекул АТФ с каталитическим доменом у нас происходит открытие поры этого переносчика, и через переносчик проникает хлоридный ион внутрь клетки против градиента концентрации. Проникновение, вот этот транспорт имеет очень важное значение для поддержания водного гомеостаза в клетке. То есть он создает ту необходимую концентрацию электролитов, которая приводит к нормальному поддержанию нормальной концентрации воды, то есть к нормальному осматическому давлению. В результате точечной делеции в каталитической субъединице, то есть в АТФ-связывающем домене молекулы А1, эта молекула перестает упаковываться так, как нужно, то есть она не принимает нужную конформацию и не транспортируется в таком виде к месту сборки белка на клеточной мембране, на пазматической мембране. Это приводит к нарушению работы CFTR, вот этого белка. Он перестает нормально функционировать, он не поддерживает нормальный электролитный баланс, и это приводит к избыточному выходу воды из клетки на ее поверхность. Поскольку этот белок находится зачастую в эпителиальных клетках, выстилающих либо пищеварительный тракт, либо легкие, это ведет к повышенному образованию слизи. То есть когда много воды выходит из клетки, количество слизи, которое образуется, становится очень высоким. Слизь забивает все каналы, не может нормально отходить, и это приводит сначала к появлению кашля, если это легочная форма, затем к затруднениям дыхания, и в конце концов может приводить к гибели пациента, человека в данном случае или животного, если это такое случилось с животным. В настоящее время известно несколько разных мутаций, которые примерно приводят к нарушению работы по такому принципу CFTR-транспортера. Транспортера, который не помпа, то есть это не насос, он не работает как насос, он работает фактически как хлоридный канал, то есть обеспечивает транспорт хлорида через мембрану. Но плюс нынешней ситуации заключается в том, что в настоящее время созданы... Да, надо сказать, что это в чем еще, так сказать, в кавычках прелесть всей этой истории с мутацией АТФ-связывающего домена. Нормальная конформация не может возникать при нормальной температуре тела, то есть при температуре 37 градусов не формируется белок, вот как все белки должны сформироваться, вот именно при физиологических вот таких условиях. И, опять же, прелесть ситуации уже теперь в прямом смысле слова заключается в том, что есть и лекарства на основе малых молекул, и препараты уже генетически направленные, которые могут корректировать эти состояния. То есть лекарства, то, что мы называем малыми молекулами химической природы, способны восстанавливать фолдинг белка, конформацию белка в физиологических условиях, молекула может нормально транспортироваться, и нормально может происходить сборка транспортера на мембране. И работы в области генного редактирования ведутся активно, которые позволяют этот участок мутантный исправить в гене. И таким образом это может приводить к нормальной дальнейшей сборке белков и работе этого транспортера. Вот такие работы по генному редактированию у нас проводятся в стране. Во всяком случае, я в нашей стране знаю такую группу, которая это делает. Вот в медико-генетическом центре этим занимаются в лаборатории генного редактирования. И, в общем, насколько я понимаю, на уровне клеток это достаточно успешно делается. И вероятность того, что такой препарат будет когда-то разработан и доведен до клиники, очень высока. Значит, это то, что касалось таких транспортеров, которые требуют различных затрат энергии. Но я думаю, наверное, мы на этом закончим сегодня, потому что дальше мы должны уже говорить о ионах и переходить непосредственно к ионным каналам. И, наверное, это будет удобно все-таки сделать в следующий раз. Тогда у нас такой более цельный, что ли, получится, чтобы уже сегодня, поскольку время-то полтора часа прошло. Вот. Если какие-то вопросы у кого-то возникли, могу попытаться ответить. Давайте я вам занесу микрофон, ладно? Можно чуть подробнее рассказать про активируемый светом транспортные молекулы, транспортеры? Просто я раньше не сталкивался с таким. Помимо родопсина, помимо сетчатки, где это еще может встречаться? В бактериальных клетках бактериородопсин существует, который осуществляет тоже такую транспортную функцию. У теплокровных животных, у иукариотов такого не описано, такой формы транспорта. Все, что я видел в качестве примеров, приводится. Это бактериородопсин, который может одновременно… То есть это такой же транспортный белок, только энергия фотона в данном случае используется для изменения его конформации и транспорта веществ. Собственно, все. Сильно подробнее вам рассказать не могу, поскольку не… Все, хорошо, спасибо. Просто не сталкивался, потому что обычно все-таки… Да-да-да, мы про родопсин говорим… Химию и у иукариотов. Да-да-да. Мы говорим, обычно, когда говорим о светочувствительности клеток сетчатки, там, да. Но, в принципе, вот он может… Вот такая транспортная система, она действует в бактериальных клетках, где есть возможность свету достигать. Спасибо большое. Вот Александр Дегмантович. Да. Вопрос. Александр. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. У меня возник следующий вопрос. Вот из всех упомянутых видов транспорта, какие примерные временные характеристики? То есть, какие быстрее, какие медленнее обеспечивают транспортировку тех или иных веществ? Ну, самый быстрый, наверное, это все-таки ионные каналы, о которых мы будем в следующий раз говорить, которые действуют очень быстро, информация меняется очень быстро, особенно когда, ну, собственно, произошло само взаимодействие запускающего фактора. Да, есть ионные каналы, которые открыты все время. Вот есть ионные каналы, работа которых модулируется либо разностью потенциалов, либо химическими веществами, и само изменение информации происходит очень быстро. Медленнее всего, наверное, работают энергозависимые системы, хотя медленнее, но это опять с точки зрения чего? Секвестирование кальция в клетках происходит очень быстро и практически все время. Да, он всегда в работе. То есть, это миллисекунды. Временной интервал такой. Цикл работы очень мало занимает времени, потому что химическая реакция, она осуществляется довольно быстро. Там больше зависит от концентрации все-таки веществ. Чем больше доступно, тем быстрее происходит. Ясно, спасибо. Спасибо. А еще будут вопросы от наших аспирантов активных и ВНД? Да, и очень хотелось бы, чтобы все-таки аспиранты хоть немножко запоминали что-то. Да, мы проведем вам экзамены. Да, то, как показывает история последнего экзамена, некоторые вещи, которые были на лекциях, в общем, вспоминаются почему-то с трудом. Хотя они вот уже были вот сейчас, вот накануне буквально. Это память. Трансфера не происходит. У кого-то не происходит трансфера из кратковременной в долговременную. Ну, это да, это особенности. Хорошо, спасибо большое тогда. Если вопросов нет, то мы заканчиваем следующий вторник. Спасибо всем большое. Мы встречаемся по теории нейробиологии, а в эту пятницу уже Михаил Юрьевич будет рассказывать про методы в нейробиологии. Так что ждем всех в пятницу. Спасибо большое, коллеги. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.